Всем привет, господа! Сегодня я решил сравнить колонки Prados 120 S не с иномарками, как в прошлый раз, иномаркам он продул, а вот с такими вот колоночками типа Эстонии. И раньше я говорил, что, в принципе, даже когда первый раз, когда я Prados записывал, первое видео с ним, типа обзор, я сразу понимал, ну, по звуку, что это далеко до каких-то топовых и предтоповых японских, даже до среднего класса, наверное, далеко в плане детальности. То есть, что Prados по детальности наступает, ну а с чем его тогда сравнить, я тогда заочно предполагал, что он примерно как Эстония звучит. То есть, в принципе, я с первого раза это все понимал, что он звучит примерно как Эстония, ну, может, чуть лучше там где-то, да. И вот сегодня, спустя полгода, у меня теперь есть возможность это, ну, то есть у меня всегда была возможность, просто я наконец-то нашел время, чтобы сравнить это уже с Эстонией непосредственно, с двумя даже Эстониями. И смысл этого видео был в том, чтобы сравнить Pradosик с Эстонией, ну, еще с 90b, потому что 90b, на мой взгляд, как бы самая благозвучная из серии S90 и 35As, ну, таких 90-образных. Лично мое мнение. А потом, думаю, еще Эстонию 30 я сюда добавлю, добавим. И в итоге уже в процессе я понял, что это не просто такое какое-то видео сравнить, чисто про Prados. А это практически получается у нас видео, которое можно смело назвать сравнение лучших советских колонок. И разве это не так? То есть можно ли еще какие-то придумать лучшие советские колонки, чем вот эти, которые в кадре? Ну, есть эта электроника 150As001, Asat, например. То есть там есть две версии. Есть ранняя версия Asat, вот она звучит круто, ее даже блогер-шаман, который специализируется по японскому винтажу, у него канал на этиле, но он что-то год уже как-то забросил, и он активность свою деятельность какую-то ведет именно в группе ВКонтакте. Там продает, покупает, рассказывает про что-то новое. Вот у него там упоминалась тоже электроника именно Asat, то есть он такой купил красного цвета. То есть Asat это какая-то ранняя версия, которых было выпущено, 200, по-моему, штук. А потом уже, ну такая, видимо, по выставкам возить, по каким-то начальству показать, то есть сделанная полностью по всем правилам. И ее отличительная черта, у нее излучатель высокий, такой, ну в два раза выше, чем потом он стал. А потом они эту Asat как бы пустили в серийное производство, поручили какому-то заводу, а там что-то все как-то, ну, видимо, времена уже были такие, не до того перестроечные, и они упростили. Это где-то в конце 80-х было. Они упростили, сделали излучатель Halo меньше, и назвали это просто 150S электроника. Так вот, те, кто лично слушал, говорят, что Asat это вот действительно крутые колонки. По-моему, Александр вокруг стерео тоже у знакомого слушал именно электронику с этим излучателем от Asat, высоким. Вот он звучит хорошо, и Александр его как бы описал это звучание как, ну, такой нормальный, средний, может, выше среднего класса японского, то есть действительно лучше из советского, потому что он до того слушал электронику Tori 75 AS-065, там же в гостях у знакомого, она его не так сильно впечатлила, то есть он сказал, что ну, что-то такое вроде как среднее, есть, конечно, плюсы и минусы, ну и неплохо, для советского как бы лучше, чем из 90, конечно. Вот, а электроника вот это Asat, он ее примерно сравнил с Sony SSG7, то есть, говорит, звук масштабный, ну а что бы ему масштабным не быть, ведь у электроники корпус сильно больше, чем у S90, он прям здоровые колонки такие. Но фишка этих колонок в том, что у них корпус это чисто бас, то есть это басовик и пассивный излучатель. Два таких блинчика. А весь звук, то есть я, насколько я знаю, весь среднечастотный звук, высокочастотный, он весь вот в этой маленькой коробочке в виде излучателя Halo. Ну или, если проще говорить, это ленточный твиттер типа широкого действия, который еще и средний играет. То есть весь звук там, если излучатель не тот, как не осатовский стоит, а который пониже, а он тоже такой слушал. То есть он имел возможность вроде как сравнить с тем и с другим, или ему рассказывал владелец, вот который пониже, тот звучит гораздо хуже, и это уже как бы совсем не то. Поэтому если, возвращаясь к нашим сегодняшним баранчикам, если говорить про лучшие советские колонки, то это вот Prados, например, потому что Prados это ничем не отличается от электроники Tori, от электроники Tori 3SL 113 или даже 75S-065, потому что у них одинаковые динамики, несмотря на оформление, то что здесь вот такая паутинка сделана, там да и все такое, у электроники по-другому, но сама все, вообще конструкция, размер магнита, там эти диафрагмы, то есть мембраны, все одинаковые. И фильтры, фильтры, схема фильтра одинаковые с электроникой. Может быть какие-то там незначительные различия есть, но по сути это та же самая электроника. Я про это уже не раз говорил. Поэтому будем считать, что Prados у нас как будто электроника 75S-065 только не с фазоинвертором, а с пассивным излучателем. Пассивный излучатель у этих колонок спрятан там в кармане вот сзади. Ну и, ну что, Эстония. Вот допустим, какие у нас есть лучшие советские колонки? Эстония, да, электроника и все. Ну имеется в виду электроника Тории с купольными динамиками. Электроника, которая с излучателем Хейла, она даже простая, стоит 1070. И не факт, что она как бы звучит на эти деньги. А АСАД, которые, они еще более редкие. То есть простую электронику выпустили вроде как, где-то я слышал, 800 экземпляров. А АСАД выпустили 200 экземпляров. И если простая стоит в районе там 100 тысяч рублей, даже больше, то АСАД стоит, ну он вообще редко встречается, он продается иногда там даже вот два года назад за 200, по-моему, тысяч продавался или что-то, или даже больше. То есть это уже вообще абсолютно единорог, как это говорят. То есть очень редкий зверь и мифический, который мало кто слышал, мало кто видел. Ну кому надо, тот, конечно, у кого деньги есть, купит, как шаман. Ну, кстати, шаман сказал, что АСАД звучит, как он сказал-то, она звучит лучше многих более дорогих даже систем. То есть примерно, имеется в виду, за 200 тысяч, а он слушал что-то круче. Ну то есть он слушал много японских топовых колонок. Все, наверное, но эти типа ему понравились. Ну опять же его интерес в том, чтобы, наверное, купить продателей. Ну а может лично его мнение такое, что АСАД хорошие колонки. В любом случае это меня не касается вообще никак, потому что те колонки, они совершенно другой ценовой категории. И даже если они лучше, цена совсем другая. И вообще не факт, что, ну, 100%, что эта цена как бы не соответствует их звучанию, что можно купить иностранные, там, японские, которые за 100 тысяч будут лучше, или там за 150, чем этот, чем электроника 150, по крайней мере, обычная, да. Вот, так что у нас сегодня вот такое вот сравнение, и получается, что это такой, как это, выпускной балл в школе. То есть когда вот эти все колонки, возможно, последний раз они здесь стоят, потому что уже, ну, что их сравнивать? То есть это вот лучшие из лучших собрались, и пора выяснить, что из этого советского, советских акустических систем как бы лучше, да. И, ну, то есть, что лучше, что хуже и так далее. Ну, и чего? Хочу сказать, что я это видео записываю второй раз уже, если не третий, по-моему, второй, потому что у меня с микрофоном он на меня подводит, у него там что-то, что-то там откручивается или что, ну, я так вроде причину нашел, и он начинает трещать, то есть помехи в одном ухе, и в прошлый раз я весь вечер эту перетаскиваю эти тяжести, эту, как ее, Prados, который по 35 килограмм одна колонка, и, ну, из Тонии, ладно, они маленькие, допустим, там, из 90 доставал, все это, значит, сравнил, а потом оказалось, что зря, потому что у меня запись оказалась, ну, испорчена, то есть там в одном ухе трещит, это мешает слушать музыку, поэтому пришлось сейчас перезаписывать на, ну, через три дня снова перезаписывать это, поэтому я теперь имею возможность это все как бы заново сравнить. То есть у меня в тот день были впечатления какие-то определенные, по которым я как бы снял видео разговорное, там, рассказывал, а теперь снова это все приходится повторять, и, может быть, во второй день уже как-то немножко по-другому, хотя в целом примерно то же самое все. Ну, и, допустим, в первый день я начал с Эстонии 0.21, ну, а в этот раз я начал с Prados. Если коротко, в первый день впечатления были какие, что Эстония, ну, так, ничего, добротно, но ничего особенного, 0.21. А Prados после нее первоначально кажется гораздо круче, потому что он металлический динамик, он такой вроде более чистый, особенно по высоким частотам. В Эстонии с высокими проблемки, в принципе, врожденные такие, то есть эти V-C не умеют нормально звонко и хрустально играть, а про Prados он может. Но когда проходит этот эффект новизны, потом как-то так вроде замечаешь, что вроде ничего в нем особенного такого и нет, просто приятные колонки. Потом, это первый день был. Потом после Prados у меня были в тот раз вот эти Эстония 30-я из, которые высокие. Ну, и как бы я не помню... А, нет, после Prados была S90B, и это было большое-большое только падение на дно, потому что после Prados и S90B звучали гораздо грязнее, прямо аж удивительно. Есть некоторые вещи, которые ты понимаешь только при прямом сравнении, по крайней мере я лично. Может быть, есть люди, у которых такая хорошая память, такое четкое восприятие, что они вот сразу как бы не привыкают, допустим. Ну, наверное, вот вокруг стерео может быть такой. То есть, если какие-то им включить... Хотя он же говорил, что он в молодости слышал, он с магнитофона звук, там, с радиоточки ему было нормально. Но это другое, наверное. Ну, я, например, как-то привыкаю. Адаптируюсь, и поэтому мне уже какие-то дешевые колонки не кажутся плохими, если у них есть душевность и там что-то еще. А вот эта вот чистота, звучание, детальность, это не так важно, как именно, чтобы тебе было интересно колонки слушать. Ну, и S90B меня шокировали тем, насколько они хуже, чем Эстония, ну, в тот раз вроде как, особенно, чем Prados. Потом после S90B были Эстония 30С высокие, и это тоже опять было удивительно, насколько Эстония 30С была чище и лучше. Такие были впечатления в прошлый раз. на которых я там на 40 минут понарассказывал. Ну, а сегодня то же самое, только так получилось, что я не по тому порядку уже начал слушать. И первые были не Эстония 021, а непосредственно Prados были первые. И что, ну, в этот раз, ну, Prados, на самом деле колонки неплохие, то есть они звучат приятно, ничем особо не раздражает. Докопаться можно, конечно, их определять какой-то предтоповый, там, или топовый класс совершенно не стоит. Это класс средний, если по японским меркам. Ну, если они даже хуже, чем Pioner 170, ну, я не говорю, что Pioner 170 хорошие колонки, но, как бы, Prados и также, соответственно, Electronic Atoly играет, по-моему, он половину, что ли, хуже, чем Pioner 170 и чем Paradigm Studio 60. Но Pioner 170 это класс, как техник с SB6, то есть такой средней, там, категории, то есть, да, размеры и качества звука. Даже с ним не может Prados и Electronic хоть как-то соперничать. Но, тем не менее, если не сравнивать, вот как сегодня я включил, слушаешь, нормально, приятно. Да, если придираться, там, детальность невысокая по сравнению с японцами. Немножко грязь есть, там, чуть-чуть, ну, такая, она не обращает на себя внимание. По высоким частотам грязь, там, немножко посредней, может быть, чуть пластмассовый звук, вот как я, правда, с Diaton сравнивал, недавно, тоже там Diaton гораздо круче в плане чистоты звука, то, что там более натурально. Prados так более пластмассово, более шепеляванно, если его, вот как я сегодня первый раз просто включил и слышишь, ну, нормально. Ты понимаешь сразу, что это не предел мечтаний, что это такие средние добротные колонки, которые просто, ну, довольно ненавязчивые, можно даже сказать, ласковые, мягкие звуки, и все. При этом у Prados есть фишка, такая особенность, которую я в прошлый раз не заметил, и поэтому, возможно, в прошлый раз я к нему как-то больше до него докапывался, при сравнении вот с... Ну, то есть, когда вот это видео записывал в прошлый раз, точнее, эти колонки сравнивал, когда испортилась запись у меня. Я тогда решил, что нужно все колонки записать в тембра в нулях на усилителе. Хотя у Prados они накручены, там есть крутилки сзади на колонке, то есть на максимум, потому что иначе он как-то сильно глухо звучит по средним частотам. А когда на максимум, оно более-менее нормально, там подробно, ну, хоть какая-то детальность там есть. И на усилителе я тогда все колонки записал в нулях, и из-за этого Prados казался, что в нем мало баса. Ну, может быть, я не помню, может быть, даже в сравнении с чем там у нас с диатоном, с этим пионером, может быть, тогда тоже тембра в нулях были? Скорее всего, да. Поэтому я говорю, что у пионера типа бас больше, ну, хотя вроде он размерчиком-то меньше колонки. Но сегодня я все-таки решил покрутить, вот во второй раз уже, когда записываю, покрутить басы, и Prados преобразился. То есть Prados это, видимо, колонки, которые, ну, нельзя слушать тембра в нулях. Потому что при таком прослушивании у него баса маловато. И у него средний-высокий выдвигается вперед, из-за этого кажется, что он такой слишком, может быть, звонкий, ну, на записи, по крайней мере. И мяса немножко не хватает на типа на роки, где-то еще. Однако, если ты просто прибавляешь басов, даже не обязательно на 100%, хотя бы на 70%, то он как-то сильно по-другому начинает, именно от баса прибавляется, начинается уже звук жирнее, уже более полноценный становится. И уже он как бы на роке не так, как пилорама, как раньше звучит, да, а более-менее нормально, кстати говоря, не хуже, я бы сказал, чем сегодняшние остальные участники. Ну, бас есть, и это хорошо для рока, там, и для танцевального. То есть басов, блин, при таком размере корпуса было бы удивительно, если их там не было. Тем более, там, пассивный излучатель. То есть бас такой глубинный такой, при этом четкий, без фазоинверторного угудения такой, мощный. И, в принципе, бас мне в Prado нравится. Он лучше, чем в S90, наверное, лучше, чем в Corvette каком-нибудь. Я даже думаю, что в плане баса, вот, 0.15 с пассивным излучателем, например, да, или там Corvette в закрытом ящике 35 и Corvette 35S, они, это не то. То есть там это все будет как-то гораздо проще и не так масштабно. У Prado за счет 12-го размера басовика и еще 12-го размера пассивника у него, ну и корпус тоже так побольше, чем S90 заметно. Даже чем Corvette, наверное, по литражу 35. Вот за счет этого ощущение вот этого медведя, который там живет, оно есть. И если даже тембра в нулях, все равно где-то пробивается этот бас немножечко. Ты думаешь, вроде как-то баса нету, но когда надо, он как бы как заручит, что понимаешь, что это серьезный крупный зверь такой, да, как вот говорят охотники, пахнет медведем. То здесь, когда ты басов прибавил, то никаких сомнений не остается. Это колонки с таким, ну не то чтобы прям сильно большим басом, но с уверенным таким нормальным рокотом, где надо. То есть кому-то может быть надо больше, но в принципе просто крупные колонки с большим крупным звуком и все, таким с нормальным басом, довольно-таки немаленьким. Никакого недостатка нету, который есть, когда тембра в нулях. Ну вот, короче, Prados впечатление позитивное, но когда ты его записываешь там минут 15 там или больше, там в принципе, как и при первом вот этом обзоре, умеренно позитивные эмоции от него. То есть он такой средненький, он не супер какой-то хороший, не прям сильно тебя там завлекает своим звуком, да, что оторваться невозможно, но он не раздражает, он приятный. Напоминаю, что у него один ВЧ играет раз в два хуже, чем, точнее не хуже, а тише, чем второй под подвижку, наверное, менять или что. Не потому что загоревшая, а потому что он от электроники, а нужен родной Продасовский, либо там какую-то двухслойную намотку, там что-то такое. Так что Продасик звучит неплохо, да, но если не помнить про цену, то есть цена, допустим, я его за 25 купил, это вообще подарок, но для тех, кто эксплуатирует советские колонки, 25 это уже, наверное, серьезно, это уже дороже, чем Эстония, вот, например, 0,21, первая, когда из 90 стоит, ну, 10 тысяч, к примеру, там, а это 25, это мне так досталось 25, а вообще-то, такие колонки можно и за 40, наверное, продавать, но в плане, что редкие, ну, вот если Электроника Тори продается за 50, то эта штука тоже, как бы должна не меньше стоить, и слухи о том, что Prados звучит хуже, чем Электроника, я, правда, не сравнил, но я думаю, что это ерунда, на самом деле, Prados звучит не хуже, может, даже лучше, чем Электроника, потому что у него двухслойная намотка этих катушек, и звук, соответственно, вроде как лучше, детальней, хотя детальность все равно не, далеко не, ну, не выходит за рамки среднего, кого-то ниже среднего уровня такого по меркам японцев, ну, то есть, я его слушал нормально, но, может быть, даже чуть скучновато стало потом, то есть, не такой, умеренный он такой, звучок теплый, нормальный, человеческий, не японский такой звук, неплохой, ну, и не то, чтобы сильно какой-то обалденный, потом, после Prados сегодня я включил Estonia 30 IS-003, или как она, 130 IS-003, ну, потому что она ближе всего лежала под рукой, Prados убрал, Estonia включил, обычно я к этой Estonia отношусь не очень, почему-то, то есть, что-то мне в ней, типа, не нравилось, когда был на ней обзор, там, и что-то еще, то есть, что-то как-то вроде хорошо, а вроде как не очень, при этом я умом понимая, когда я сравнивал эту Estonia несколько месяцев назад с электроникой 0.33, которая имеет среднечастотник 20 GDS обычный, амфетоновский, ну, ВЧ, правда, там этот электро, как он там, изодинамический, вот, сравниваешь с электроникой, объективно понимаешь, что в Estonia гораздо лучше, вот эти среднечастотники Estonia, это очень круто, и они, ну, в разы лучше, чем 20 GDS обычно играет, и в целом, короче, Estonia за счет средних, она, просто классом выше, однако, когда не сравниваешь ни с чем, просто слушаешь эту Estonia, ну, вот раньше я слышал, как-то не цепляет она, у нее какой-то смурной звук такой, да, вот у 30 IS, резисторы я потом поставил, сейчас там стоят, как бы, почти родные, на 3 Ом, хотя заводские 5 Ом, по-моему, я одно время их вообще снимал, пытаясь добиться более кого-то открытого и яркого звучания, оно было яркое, но оно было не сильно лучше, поэтому я поставил обратно, так что они почти в заводском виде, Estonia 30 IS, вроде и хорошо, но что-то как-то не мое, вот что-то как-то так было всегда, ну, правда, вот в прошлый раз, когда у меня была бракованная запись, то Estonia была после S90B, и она настолько сладенько и чистенько звучала после S90B, это к вопросу о том, что с чем сравнивать, то есть на контрасте, но знаете, есть такой момент, вот все мы стремимся, это надо было, наверное, в конце уже видео говорить, такие выводы, к чему-то лучшему, но это лучшее, оно, есть параметры объективные, в виде детальности и частоты звучания, отсутствие искажения, например, а есть параметры, типа нравится, не нравится, и увлекает, не увлекает этот звук, вот так вот, то есть колонкам, многие такие вот люди из инженерного мышления, наверное, они думают, колонки должны просто играть чисто, и все, это не так, чисто играет, вот, например, Yamaha 1000, она чисто играет, как монитор, но это невероятно скучно, колонки должны играть не чисто, они должны играть так, что тебе нравилось, если это бытовые колонки, если мониторы, там студийные, там другое, но бытовые, они должны играть как-то красиво, сладко, душевно, и так далее, но это, у каждого понятия о том, что такое приятный звук, разные, поэтому, приятно звучать могут даже колонки, там не за 500, но за 1000 рублей, например, какие-нибудь полочники, 10 AS9, там, или 15 AS220, там могут быть, ну, далеко не чистый звук, то есть, там есть искажения, есть шипение, шепелялость, там нету кристальной прозрачности высоких частот, потому что там, в принципе, бумажные динамики, например, в колонках комета, например, но там, но при этом, даже за 1000 рублей колонки могут быть душевными, когда я слушаю колонки комета, и меня не вызывает отвращение какого-то, это приятный звук, то есть, вот, то есть, короче говоря, чтобы купить колонки детальные и чистые, объектные, именно из этого строится, ну, как бы, класс, да, акустики, то есть, чем выше классом акустика, тем она должна играть более детально и более чисто, ну, может быть, микродинамика, там, то есть, более быстро отыгрывать какие-то моменты сложно, это все-таки параметры, как бы, спортивные, то есть, как спортсмены, ну, есть спортсмен, который быстрее бегает, быстрее прыгает, да, там, выполняет какие-то нормы, быстро-быстро все, ну, не знаю, у него самая лучшая реакция, там, выносливость. Вот это вот то, за что просят деньги в основном в колонках. Чем дороже, тем вот эти параметры круче. Ну, за счет того, что динамики лучше, там, материалы, может, лучше, там, бериллий какой-нибудь или что-то еще. Титан, карбон, технологии. Ну, а если представишь, это график, да, в котором вот вертикально это именно класс колонок, где-то есть детальность, четкость и чистота, отсутствие искажений, то вторая у нас, допустим, горизонтальная будет ось на этом графике или как это называется-то. Это будет, например, типа душевность, там, и все остальное. И это невозможно измерить, это субъективная вещь. И колонки можно... Они могут быть очень дешевые, но при этом душевные. И все, и они могут быть более душевные, чем колонки, которые в сто раз дороже стоят. Понимаете? Да, дорогие колонки тоже бывают душевные, конечно же, но это как бы надо слушать самому. И то, что они просто дорогие, это не гарантирует, что они будут... То, что они дороже, что они будут, как бы, вам интересней. Если вы не аудиофил, а аудиофилы стремятся именно за вот этими параметрами спортивными, за четкостью, там, детальностью, прозрачностью. не очень, может быть, уделяют внимание именно душевности. А душевность не обязательно стоит много денег. Он 10 масс какие-нибудь доработал. Вот тебе, наверное, более душевные колонки, чем Yamaha 1000. Намного, наверное. У меня было видео, надо, кстати, 10 масс без катушки с фильтром первого порядка послушать. Вот очень уж они меня тогда впечатлили, такая доработка колхозная. Ну, как они играли, как будто в органном зале в каком-то. Какие-то эффекты, эхо, там, реверберации какие-то, да? Ну, вот, надо будет их снова послушать. И надо, наверное, нарисовать, может быть, график какой-то такой. Вообще, надо сделать видео, где будет подведение итогов всех моих колонок, то есть, которые у меня сейчас есть. У меня, конечно, будут еще какие-то колонки, я думаю, но уже не в такой, как бы, не в таких количествах и не так часто они будут появляться в будущем. Потому что, как бы, и просто так, и потому что еще и они дорогие. То есть, я, как бы, больше уже внимания обращаю на дорогие модели, потому что советские все я переслушал, а иностранные, они даже полочные, они все дорогие. Поэтому лучше выбирать что-то такое, ну, то есть, что именно нравится себе. Надо будет сделать такой график, где собрать все модели и сделать по двум координатам график, где будет, как бы, одна категория – это высококлассность колонок, а вторая категория – это вот, насколько она мне понравилась или нет. Ну и вот, в общем, возвращаемся обратно. Я забыл даже с чего. А, я, наверное, про Эстонию-38 говорил, да. Короче, в прошлый раз она, вот она вроде, ты слышишь, что она вроде чисто играет, гораздо чище, чем С-90. Но не цепляет, как-то даже где-то скучно, где-то что-то, где-то немножко мне не хватает какого-то харизмы. Ну и сегодня Эстония была после Прадоса, и звучала она, не сказать, что сильно хуже, но, на мой взгляд, немножко попроще. Попроще это в основном касалось именно высоких частот, потому что у Эстонии, да, у 30С, наверное, ВЧ немножечко может быть по совершению, чем у Эстонии 0.21. Но они все равно, вот эта технология советская, тканевая, какие-то, видимо, дубовые, и они плохо играют, у них завал по высоким, по самым верхам, там вот это все. Поэтому Эстония, что 0.21, что 30С, она по среднему хорошая, по басам нормальная, хорошая, но по высоким это их слабое место. И после Прадоса, ну в целом, самая главная интрига сегодняшнего видео, да, это, наверное, вас интересует, вот Прадос, это электроника Тори, она стоит там 50 тысяч рублей, она действительно лучше, чем Эстония за 15 тысяч рублей или за 20, вот насколько он дороже стоит. То есть электроника и Прадос стоят в три раза дороже, чем Эстония. Оно в три раза дороже звучит, в три раза лучше, а на самом деле нет. Эстония 30С после Прадоса, она звучит примерно так же. Ну, хуже, но, я не знаю, процентов на 20, может, хуже, но не настолько, насколько она дешевле стоит. Только по высоким она выступает в остальном, учитывая размер, я не говорю про бас, потому что там, чем больше размер колонок, тем круче бас. у Эстонии, что у 0.21, что у 30С, у нее бас очень большой и мощный для такого ее размера, но все же это размер почти настольный, ну, такой, компактный. И у Прадоса все равно бас мощнее, более могучий, там еще только, потому что там большие размеры динамиков, корпуса. Но если говорить именно по СЧВЧ, то примерно они где-то в одном, наверное, классе даже. То есть, вот, да, Эстония, и получается, что электроника Тори и Прадос, это примерно один класс звучания, но Прадос, может быть, в чем-то чуть-чуть вперед ушел, чуть-чуть, там, ну, на треть, может быть, лучше. Но не так, чтобы сильно. То есть, и когда на одном канале, вот, несколько месяцев назад сравнивались Эстония на 30С и электроника Тори 75АС. И автор говорил, что ему даже Эстония даже больше нравится. То есть, там было звучание, и потом он говорил, что ему, ну, что ему больше понравилось, он говорил, что Эстония ему нравится даже больше, немножечко чуть, ну, или чуть больше, чем электроника Тори. Я тогда удивлялся, думаю, как такое может быть? Электроника, такие дорогие колонки, большие, красивые. Как они могут звучать так же, как Эстония? Я даже, ну, не хотел в это верить. Но теперь, вот, как бы, на примере Прадоса, я думаю, что Прадос звучит точно не хуже, чем Электроника 75АС. Но это правда, то, что они действительно, как бы, колонки по звуку плюс-минус, вот, в одном, в одном этом классе. И в сравнении с каким-нибудь этим Пионером 170, они и те, и другие будут значительно уступать. А Диатону 77 или, там, Онкеу 77, они будут уступать еще больше. У меня когда-то было видео Эстония против Yamaha NS1000, монитор. Ну, я что-то там, я не помню, что я говорил, по-моему, я говорил, что она вроде как, ну, раза в три она хуже, но не, типа, не в 8, там, или в 9, во сколько она дешевле. Не, не в 8, наверное, в 5. Ну, вот, это правда, что Электроника Тори, Прадос и Эстония, это плюс-минус один и тот же звук. Прадос чуть получше, потому что у него металлические динамики, особенно высокочастотные, ну, дают прозрачности, там, детальности чуть-чуть больше, чем вот эти ватные динамики какие-то в Эстонии. Если в Эстонии поставить нормальные динамики, какие-нибудь современные, то это сильно поднимет их глаз, и они тогда, может быть, даже Прадоса переиграют. Ну, нет, они примерно наравне. По средней частоте, ну, у Прадоса металлические, из чего у Эстонии, ну, мягкие. Ну, как бы, я не слышу, чтобы это как-то сильно отражалось, то есть, что то, что другое, оно сильно большой детальностью не отличается. Такая детальность среднего уровня, среднего хай-фая. В целом, если говорить про Эстонию 30С, то она по-прежнему такая, не сильно прям задорная, она какая-то такая немножко смурная по звуку. Мне, честно говоря, наверное, мне 0.21 нравится больше, как и раньше, то есть, она как-то, 0.21, она как-то больше тяготеет к вокалу и джазу какому-то, ну, то есть, к мелодике, а 30С Эстония, она более, типа, универсальная, она более такая, лучше, может, рок играет, лучше играет попсу, то есть, она больше как бы под разные жанры подходит. Но при этом она потеряла какую-то немножечко душевность, чуть-чуть темноватые такие, ну, не сильно прям увлекательные колонки, но объективно они звучат чисто и чище, чем S90. Вот, после Эстонии было, что было, наверное, S90. В прошлом видео, которое я испортил в запись, там, мне наоборот было после S90, там у меня был Prados, после Prados S90B, после S90B была Эстония 30С. И после S90B Эстония 30С казалась настолько крутой, настолько вот это вот отсутствие искажений, которые есть в S90 по среднему высоким, всяких пластмассовых звуков, то есть, частота звучания гораздо более высокого уровня. Никаких лишних призвуков. Но, как я и говорил вот недавно только что, да, что частота звучания – это параметр спортивный, но он не… Это не значит, что вам эти колонки будут интереснее слушать. В прошлый раз меня Эстония впечатлила, а сейчас было наоборот у меня, получается. После Эстонии включил S90B. Ожидал, что будет такая же разница. Ну, в принципе, разница есть. Объективно, S90B в данной компании из четырех пар колонок, ну, как, в принципе, было понятно, она уступает. Насколько уступает? Ну, наверное, тоже как бы на полкорпуса. То есть, процентов, наверное, на 50. Если примерно между Прадосом и Эстониями отрыв там на треть, ну, то есть, на 30% в качестве звука между ними, да, то есть, то есть, Прадос на 30% лучше, чем Эстония, то есть, даже не на два раза лучше, а так, на треть, то 90B примерно хуже, чем Эстония. Ну, в половинку, может быть, так, то есть, в принципе, он на сколько и 90B, сколько они стоят? Я, например, за 7 тысяч, ну, может, они там где-то стоят 8-9, да, Эстония, ну, допустим, по нынешним ценам, допустим, S90B стоит, скажем, там, 10 тысяч, да, Эстония, допустим, стоит 20 тысяч. Ну, вот разница в два раза, и она, в принципе, по звуку есть. Тут, как я уже раньше говорил, разница в цене, это в данном случае отражает разницу в звуке. То есть, Эстония реально звучит, ну, почти в два раза лучше, наверное, чем 90B, ну, может быть, чуть, там, может, ну, не, не два раза, два раза это 100%, да, вот я так примерно ценил процентов 50, так, да, может, чуть больше. Вот, 90B хуже, но, ну, то есть, объективно грязнее звук, по высоким, по средним, больше шепелявости, больше искажений, хотя 90B, это модель, которая из серии S90 и 35AS, она самая вот эта вот чистенькая по звуку из всех других S90 и всяких там орбит и амфетонов. Амфетон 022 я не слушал, остальные все эти модели я слушал. И 90B, чем она мне нравится? Тем, что она звучит более чисто, из-за того, что она восьмиомная, но, тем не менее, все равно на фоне Эстонии в ней грязи гораздо больше, в Эстонии гораздо меньше грязи. В остальном 90B, ну, действительно, колонки, в принципе, душевные, они, пусть и не грязнее играют, но их слушать было не стрёмно вообще даже ни разу. Это вот обычные S90, которые 012, их слушать тяжело иногда, там слишком много грязи, острых каких-то моментов по звуку. А B-шки нормально, я их отслушал 15 минут, и мне, в принципе, было, даже в какие-то моменты они, может быть, чуть более даже мелодичные. Короче, за свою цену 90B, наверное, лучший вариант, если вам нужна именно музыка, то есть вы хотите слушать музыку мелодичную, какие-то песни, вокал, инструменты, все такое. Но есть минусы у 90B, она хуже играет, рок, наверное, хуже, чем многие коллеги по 90-образной серии. То есть 90-образная серия, она, в принципе, ну, рок, металл играет не очень хорошо, но я не знаю почему, хотя бас там есть у них у всех, но 90B это делает, наверное, хуже остальных. Тут как-то и баса, может быть, не так сильно много, и захлебывается там какие-то эти, когда много звуков, то есть детально стеряется. Колонки сделаны больше под мелодичные, чем под рычание, под какой-то угар, нет. Она под это не очень подходит. Под танцевалку, ну, в принципе, наверное, подойдет. Если говорить про рок, про трек группы Slot, которые я сегодня включил, вообще подбор музыки, возможно, не самый оптимальный сегодня был. Рок, как ни странно, играет лучше всех, наверное, Prados. Ну, или примерно Prados и Estonia 30S, у них как-то вот рок получше получается. У Prados именно когда ты прибавляешь на усилители низких, тогда вот он начинает нормально рок играть. Если тембра в нулях, он играет его как пилорама по ушам, ездит, пищит что-то, но это как-то слишком высушено. А прибавляешь, и басик появляется, нормально все становится. Вот, и довольно-таки, ну, мощно, по крайней мере, на небольшой громкости. С басом там нормально. Estonia 30S тоже играет рок более-менее как-то лучше, чем остальные. Вот Estonia 0.21 и S90B играет в данном случае рок хуже. Наверное, S90B из этой четверки играет хуже всех, скорее всего. Но это можно простить, потому что мелодичную музыку она играет достаточно хорошо, за свою небольшую цену. Ну, там искажения, не искажения, но главное, что они не напряжены, эти колонки, и слушать их можно, ну, такие нормальные, добротные. На мой взгляд, лучшие из 90 серий для спокойной музыки. Хотя вид у них, вот, об этом вообще не говорит. Вид у них какой-то такой непонятный, а звучат они наиболее изысканно из всех, наверное. Ну, и дальше что? Короче, в принципе, S90B меня не печалили. Нормально играет, слушать можно. Ну, уступает, конечно, остальным участникам существенно. Прадосу, наверное, раза в два, Эстонии там тоже примерно чуть поменьше. И последними были Эстония 0.21, к тому времени, может быть, я уже подостал, но я помню, как я и в прошлый раз, когда запорол записи, я записывал Эстонию, она была первой. И сейчас, когда нашла уже четвертый, впечатление одинаковое, это Эстония 0.21, это такая, по звуку, это бабуля, бабушка, которая любит какой-нибудь вальс, фокстрот, что-то такое вот, да. У меня здесь убраны резисторы, то есть там резисторы, не помню, насколько на 5, по-моему, стоят. Но они, правда, подстроечные, их можно убавить, перебавить, но я их как-то, а, я их не убирал, они убраны были с завода, да. Я их припаял, мне не понравилось, стало глушев, когда-то вот я сделал обратно и без резисторов даже как-то. Вот так она мне нравится, с резисторами это не то. Эстония может звучать не так хорошо, поэтому в таком виде она играет хорошо. Ну, то есть Эстония 0.21, она более жанровая, она такая более винтажная, у нее звук. Она хорошо играет вокал, вот Yala sitting, скрипка, песни, средние частоты в каком-то диапазоне довольно-таки хорошие, прям хорошие. Но на динамичной музыке она начнет терять детальность и не очень, ну, неубедительно звучит. На роке тоже так себе, хотя бас у нее мощный. То есть на танцевалке какой-то она долбит, может при своем 8-дюймовом динамике и не очень большом размере корпуса она достаточно мощно басит. Я думаю, не хуже, чем Pioner 170, наверное. Средние неплохие, но не любят быстрой музыки. Высокие, во-первых, у меня один VWC заменен, то есть подвижная система с Алиэкспресса китайской, потому что перематывать родной было неохота, но она лежит там где-то в коробочке. Но она была сгоревшая, когда я уже купил, то есть купил со сгоревшими. По низу рынка эти колонки. Второй VWC вроде как родной, вроде как все работает нормально. Но все равно, у Эстонии, я говорю, слабое место высокие частоты, что у Эйды, что 0.30, 0.03, вот это и... Поэтому по высоким просто тупо завал, и все. Просто она высоко не играет. Из-за этого прозрачность теряется, зато появляется какая-то, может, камерность такая, теплота и уют. И в целом впечатление, что в прошлый раз, что в этот раз, что в те разы, когда я раньше какие-то с ними делал, увидел. От Эстонии впечатление от 0.21, что это колонки с приятным звуком, доброжелательным, но ничего из себя такого прям невероятного не представляет. Просто нормальный, чистый, адекватный, хороший звук, винтажный. Не под все жанры подходит. И примерно такие же впечатления можно и про Prado сказать, что это просто нормальные такие средние колонки, которые не раздражают, но и ничем особо так и не удивят. То есть средний класс нормальный. И поэтому в этом плане действительно, что Prado, что это... Они очень-очень похожи. Ну, только у Prado корпус большой и, в принципе, большой такой бас, который может так играть, что у тебя пол будет под тобой трястись, а Эстония, она просто так не может, потому что она меньше размером. Вообще многих в колонках Эстонии отпугивает низкая чувствительность, якобы, про которую много говорят на разных... Ну, раньше говорили на разных форумах, и типа, когда разговоры заходят, что тут Эстония, типа, или там Союз, что это колонки, которые очень трудно прокачать, чуть ли и создается впечатление, что это чуть ли не самые такие тугие колонки советских. Я такого не замечаю. То есть у меня как бы резисторы убранные, это правда. Ну, с завода причем убранные. Но если они там стоят, я не знаю, они там на 10 Ом или на сколько, их можно поднастроить. Может быть, если в крайне... Там же как бы сборщики ставили как попало, кто-то вообще не приплавил, кто-то приплавил, может быть, настраивал на максимум или что-то еще. Поэтому от этого сильно зависит. Если у вас Эстония трудно, ну, типа, она как-то глухо звучит или что-то, может быть, резисторы забирают этот звук частично. В этом причина. Но так как они у меня убраны полностью, я даже пытался их ставить, и становилось только хуже, мне кажется, глушая как-то... А так мне больше нравится. То и на большом усилителе Yamaha A9, и на маленьком усилителе FX502 слабом... Ну, Yamaha там что-то типа при 8 Омах там 100 Вт или больше. FX502, он, я не знаю, сколько... Аж, может быть, Ватт 30, наверное, при 8 Омах даст, может быть, такой не сильно мощный. И, по-моему, на FX они звучали не сильно хуже, чем на Yamaha. То есть слабый усилитель их вполне прокачивает. Ну, если из советских, там желательно, конечно, какой-нибудь такой нормальный, который под S90 сделан по мощности. Типа там, не какой-нибудь подполочник, там, 25 Вт на канал, а типа Odyssey, там, Corvette и так далее. Их родной усилитель Эстония, Эстония двухблочный, он, по-моему, тоже не сильно великой мощности. Он, думаю, там на 35 Вт, что ли, на канал, или как-то он рассчитан. Если я не ошибаюсь, написано было так. С этим проблем нету никаких с прокачкой. В том числе, кстати, у Эстонии 30С тоже нормально вроде все играет. А вот с чем есть, у кого есть проблема с прокачкой, так это у 90B, вот там, это одни из немногих колонок, которые на усилителе FX карманном, они не звучали как надо. Вроде громко все звучит, но звучит плоско, как радио, и неинтересно. Можно даже подумать, что эти колонки плохие, они хуже, ну, чем, наверное, обычные с 90, если на слабом усилке, которых не раскрывает. На мощном усилителе это совсем другое дело, и 90B на мощном усилителе уже звучат. Хорошо, как я сегодня рассказывал. Даже душевно. Прям раскрывается. Еще один момент, ну, такой, чем, почему в Эстонии не популярна, размер, потому что люди смотрят на цену, там, высокую, выше, чем с 90 на размер, и думают, что это, типа, какая-то ошибка, почему колонки такого небольшого размера, как 25С какие-то, стоят дорого, и трудно поверить, короче, что они маленькие, но могут звучать как-то лучше, чем обычные советские. Ну, и вообще, на самом деле, это уже вопрос цены, то, что в такой цене, как 15-20 тысяч уже действительно можно смотреть иностранные. Не знаю, лучше ли они или хуже, но про это немножко позже. Люди любят, чтобы колонки были крупные, выглядели солидно, с большим басовиком, тогда это просто на них даже приятно смотреть. Эстония в этом плане выглядит скромно, и не выглядит, что, как бы, дорогие колонки, богатые звуком. Вот если бы они в Советском Союзе сделали Эстонию Макси, то есть размеры, как С-90, с таким большим басовиком что-то, но с такими же хорошими среднечастотниками, и какие-нибудь ВЧБ получше еще поставили, качественно, тогда она была бы сейчас популярной моделью на вторичном рынке. Ну, если говорить про какие-то современные, то с чем сравнить Эстонию, как точку отсчета, я не знаю, вот с С-90 я могу сравнить, что Эстония гораздо лучше, чем С-90. В разы. Ну, или насколько она дороже, настолько она и лучше, наверное. Это отражает ее разницу в звуке. А вот про современные какие-то более-менее народные модели, я не знаю, Warfidel 9.5, Jum'ы недорогие, бэушные, JBL Northridge E60, вот этого у меня ничего не было, поэтому я не могу сказать, как оно лучше и хуже, но предполагаю, что такие бюджетные иностранные колонки, они, скорее всего, такой душевности, как Эстония, не обладают. Они, скорее всего, играют, может быть, даже в чем-то чище, по высоким частотам, скорее всего, ну, уверен, что лучше, потому что в Эстонии довольно плохие ВЧ. По басу, возможно, да и почти уверен, что Эстония будет круче, чем эти столбы, потому что тут все-таки полноценный 8-дюймовый басовик, а там не пойми, что в этих столбиках везде стоит. По среднему, вот по среднему Эстония точно лучше. Купольный СЧ, он довольно хороший. Ну, плюс у Эстонии, у этой 0.21, у нее душевное звучание, а современные колонки, как правило, в большинстве, особенно бюджетные, они, скорее всего, не очень-то приятно звучат. Хотя, есть исключения. Коротко подводим выводы, эти итоги. Это было сравнение посвящено, значит, колонкам Prados, которые, родственные электроники, которые, будет ли оно лучше, чем Эстония, и они действительно лучше, чем Эстония, но не так, как и ожидалось. Они лучше, чем Эстония, там, на 30%. Вот идут на первом месте Prados, у них за счет металлических динамиков более такой звук, ну, подробный, если можно так сказать, хотя на самом деле по сравнению с японским он совсем даже не детальный, но по сравнению с Эстонией он более подробный, по высоким особенно, более звонкий, это придает всякие тарелочки, звуки, больше слышно, короче, звука, потому что у Эстонии ВЧ оставляет желать лучшего, у С90 они тоже, как бы, не супер. У Prados просто больше размер, больше бас, в целом, хотя вот так-то он не сильно далеко от Эстонии ушел. За ним следует Эстония, две 0.21 и 0.03, какая лучше решать вам, потому что для меня они примерно на одном уровне, что, ну, и так понятно, это колонки родственные, одинаковые. Мне больше 0.21 нравится, но она более жанровая под джазик, а 30S-0.03 она под танцевалку, под рок и все такое, но она какая-то более смурная по звуку. Такая, ну, не сильно увлекательная, скучная, что ли, какая-то мрачная немножко, темный звук. Хотя, после С90 и та, и другая Эстония может действительно впечатлить и удивить, это довольно приятно слушать. В плане того, что там очень чистый звук, никаких искажений нет. Но после Prados оно примерно то же самое, может чуть-чуть уступает по высоким там и по басу, разумеется. А90B это просто хорошие колонки, которых много, которые не можно без труда найти. Единственное, что нужно, хороший усилитель, который раскроет их потенциал, потому что вот на слабом они будут звучать печально. Если у вас усилитель достаточно хороший, чтобы их раскрыть, то звук лучше, чем любые 35S, мне кажется. и довольно тоже такой душевный и ровненький. Но не любят они только рок и агрессивную музыку. 90B созданы под спокойную музыку, так же, как и Estonia 021. В этом они похожи. Хотя у Estonia еще более винтажное звучание, у 90B такое, более нормальное. В общем, у 90B тоже неплохие колонки. Ну, а правда это у нас получается было сравнение как бы лучших советских колонок. прощальное такое. Я не знаю, что дальше делать. Вот допустим, Эстонию я себе бы оставил. Ну, так иногда послушать. Если, конечно, будет время на это. 90B тоже достойно того, чтобы остаться. Эстония 30S, не знаю, не уверен. Ну, а Prados он большой и как бы он были мысли его продать, потому что, чтобы что-то другое купить, чтобы как-то найти какие-то средства, чтобы что-то новое купить. А с другой стороны вроде жалко продавать, надо тому, кто это оценит, какому-нибудь коллекционеру, там какой-нибудь музей, виртуальный музей радиотехники, типа там есть такой YouTube-канал, например. Вот. Ну, про Dasick тоже неплохие колонки вообще-то. У них, единственное, что у них вот нету баса, если тембра в нуля, если прибавляешь, то бас появляется вполне себе бодренький такой. Не сильно выдающийся, но достаточно хороший. Ну и не забываем, что про Dasick у нас выступал сегодня с одним немножко подбитым ВЧ. Подбитым немножко ВЧ. Так что вот он, вот он, такой топ.